Доброго времени дорогие подписчики и случайные зрители этого канала. Сегодня на обзоре у нас будет Inokin Disruptor 50W, который является вериватом и веривольтом. Вышел он в принципе не так уж и давно, но в нем нет режима термоконтроля, в принципе в нем нет никаких наворотов, ничего такого. Он простой и симпатичный, но допустим мне не нравится данная цветовая расцветка, но возможность его кастомизации довольно таки обширная. Но давайте поговорим об этом в клоузапе, я вам его покажу и в конце самого клоузапа его полностью разберем и посмотрим его внутренности. Очень интересно посмотреть на его батарейку. Поехали! Ну что ж, вот в такой вот упаковке приходит наш Inokin Disruptor. Конечно вот здесь вот, вот эти вот, сам мод и батарея в наборчике, они обтянуты полиэтиленом, чтобы они не вылетели никуда. Ну вот как-то так придумали они. Теперь вот мы достанем сам мод и батарею и здесь у нас находится наш microUSB кабель. Открываем, достаем, вот такой вот он беленький, с маркировкой i-Test. Теперь же мы откроем сам мод и саму батарею достанем. Когда мы открываем сам мод, здесь у нас лежит инструкция самого дисруктора. Вот так вот в ней все довольно-таки подробно описано, но на английском языке. Дальше у нас здесь лежит сам мод. Это не батарея, это сам мод. Вот здесь находятся два контакта, плюсовой и минусовой, которые будут подключаться к самой батарее. И вот в такой вот коробочке находится наша батарея. У меня она малинового цвета. Да, мод, сам мод золотистого. Ну, видать, не самые популярные цвета, и поэтому мне их, видать, отправили. Я тоже не считаю, что это соотношение цветов самое интересное, но как есть. Сама вот эта вот батарея является сменной, то есть ее можно отсоединить, поставить сюда другую, другого цвета. Выбор цветов, конечно, довольно-таки большой батарей. По самому моду есть цвета черный, золотой и серебряный. По поводу батарей там их гораздо больше. Можете перейти по ссылке в описании к видео и посмотреть. Значит, одевается это все вот так вот, держится на вот таких вот салазках. Я сейчас вот его не могу снять, только движениями вниз и вверх. Здесь на батарее есть также само два отверстия с контактами плюсовым и минусовым. Надпись на батарее, что это 2000 мАч. И мощность у этой батареи составляет 20 Ампер. В принципе, неплохо для модика, который рассчитан на 50 Вт. Еще в самой батарее можно проверить, насколько она заряжена. Допустим, у вас там лежит несколько этих батарей дома. И вы хотите узнать, заряжена она или нет. Вот здесь, вот возле разъема под мини-USB кабель, есть вот такая вот кнопочка. Она является и тоже прозрачной. Через нее проходит свет. Там есть кнопочка. Вот с помощью вот этой вот пластиковой кнопочки мы нажимаем ее внутри на плате. Мы нажали и горит зеленая лампочка. Означает, что батарея еще заряжена. Хотя очень странно, потому что на самом моде оно показывает еще половину батареи. Ну, возможно, вот-вот уже и загорится желтая или оранжевая лампочка. Будет означать, что мод уже подсевший. Ну и красная, когда он сел полностью. Ну, видать, вот как-то так это все делается. Ну, что ж, тут еще на самом модике есть сам магнитик. И вот под этой пластиковой крышечкой тоже есть магнит, который помогает удерживать эту батарею. Вот так вот мы ее раз посадили, и у нас мод сразу же является включенным. То есть просит нажать три раза и разблокировать наш мод. Пишет, что чек это майзер, и его тут нету. Значит, по менюшке. Если зажать две кнопки плюс и минус одновременно, то вот почему-то иногда загорается вот непонятно почему 3, иногда 5, иногда 8, но экранчик переворачивается. И так же самым зажатием можно обратно повернуть его в другую сторону. Для того, чтобы перейти в режим варивольта, нам нужно зажать кнопку fire одновременно и кнопочку вверх. Ну вот, которая смотрит на кнопку fire. С этим есть свой прикол, я вам объясню, кстати. Вот еще под кнопкой fire тоже загорается лампочка, но уже оранжевая. Обозначает, что батарейка уже почти подсела. Ну, да ладно, перейдем в режим варивольта, зажали, удерживаем. Вот режим варивольта. И мы можем уже менять наши настройки именно в вольтах. Для того, чтобы перейти обратно в вариват, нужно зажать кнопочку fire и кнопочку вот вниз, которая направлена к экранчику. Мы ее вот так вот зажали и перешли в наши ваты. Просто так поменять ваши ваты вы не можете. Они статически являются заблокированными. Или вольты. Для того, чтобы перейти в регулировку наших ват или вольт, нужно именно зажать на кнопку плюс или минус. Ну, допустим, вот мы зажали, начинает мигать, и только сейчас мы можем уже поменять нашу мощность. Но обратите внимание, вот кнопочкой вверх, если мы удерживаем вот мод, вот так вот. Ну, логично, что это кнопка вверх для нас. И мы нажимаем ее, а мощность при этом понижается. Нажимаем вот сюда вот на кнопку вниз, мощность начинает повышаться. Всегда будет это все происходить с шагом в 0,5 ватт. Это в варивате, в варивольте по 0,1. Вот это тоже такой себе вот минус и неудобство. Даже если перевернуть экран, вот мы уже вот удержали эти две кнопочки, то все равно так же само будет та же самая проблема. Кнопкой вниз, ну, как нам всем удобно, мы будем повышать ваты, а кнопкой вверх понижать. Я не знаю, о чем думали разработчики из иноки, но это неудобно. И лично для меня является минусом. Дальше у нас идет значение на самом экранчике, какие показываются. Показывается эквивалент ватт в вольтах, сколько подается из расчета вашего сопротивления. Ваше сопротивление также показывается в сотых, что является тоже непосредственно плюсом этого мода. Сам заряд батареи показывается разбит вот на такие ячеечки. И это тоже очень хорошо. Можно более точно видеть, какой у вас сейчас заряд батареи. И примерно хоть на что-то где-то как-то рассчитывать. По поводу пина. Он у нас подпружиненный. И это хорошо. Ход самого пина довольно-таки глубокий. Это тоже очень замечательно. Резьба стальная с вот такими вот насечками для нижней подачи воздуха. Но я даже не знаю, кто, где еще. Ну, разве что вот Гоблин Мини. Но и там тоже предусмотрено, чтобы можно было не задействовать вот эти вот проточки. Ну, сделали так сделали. Еще так же самое из минусов этого мода я могу отнести то, что когда я им пользуюсь, я обычно удерживаю сам мод вот где-то вот так вот, мизинец вот здесь вот. И вот так вот держу, парю, парю. И вот здесь вот, ну, я сейчас это уже специально сделаю вот так вот пальцем. Чуть-чуть отходит, появляется вот такой вот бортик. Не очень это приятно, не очень интересно, когда вот так вот он чуть-чуть выступает. Но это в процессе использования, когда вы вот так вот берете в руку, по чуть-чуть, по чуть-чуть, взяли, подержали, и все равно он появляется. Ну, тоже как бы это минус. Плохо удерживается вот там защелки и тот магнит. Также еще я забыл, что здесь есть в комплекте вот такой вот резиновый чехольчик с брендированный, с надписью Inokin. Он специально для аккумулятора. То есть, если у вас вот он хранится, или вы его переносите где-то, ну, видать, чтобы сюда не попадал мусор, не забивался в эти щели, ну, вот можно вот так вот его переносить. Ну, что ж, теперь давайте полностью разберем и сам блок, и сам аккумулятор, и посмотрим, что же там внутри у нас. Конечно, сам процесс разборки я вырежу, потому что, ну, какой смысл вам смотреть, как я откручиваю все эти винтики. Вот, покажу уже самое интересное. Вот так вот выглядит сам наш дисруктор разобранным. Единственное, что сам мод разбирать полностью я не стал, потому что мне пришлось бы выпаять вот эти контакты. Вот здесь вот снять пластиковую заглушку и их оттуда выпаять. Паяльника у меня на данный момент нету, поэтому делать этого не стал. Вот так приближу камеру и покажу вам там поподробнее, может, что увидим. Давайте начнем с контактной площадки, там, где у нас находится сам пин. Вот таким вот образом он закреплен, припаяно все это к латунной, как я понял, пластинке, а она уже прикручена к корпусу. Это у нас минус. И плюс у нас припаян наглухо полностью к самому пину. Здесь есть еще винтики, но, по всей видимости, это все можно разобрать. То есть снять полностью вот эту часть. И если даже что-то случится с пином, вот видите, вот здесь вот эти винтики, то можно и отремонтировать, и заменить. Так же самое. Внутри вот мы видим, в принципе, уже часть платы. Вот здесь вот кнопка с этой стороны. Здесь у нас идет контактная группа, которая идет на саму батарею. И вот часть платы тоже виднеется. Все очень хорошо сделано, хорошо заизолировано. Все замечательно. К качеству сборки, по крайней мере, к моду претензий вообще никаких нет. Сама батарея находится у нас вот в таком вот алюминиевом корпусе. С крышечками вот такой вот сверху. Тут находится еще изоляционная прокладочка вот такая вот. Вот, что очень хорошо и правильно. Хотя на самой батарее тоже есть, но как дополнительная. Сама вот эта вот площадочка. Тут находится всего лишь один магнитик, и которая прижимается вот так. Вот мы ее устанавливаем. Вот здесь прижимается винтами. И все, здесь она вот так вот и держится. Думаю, что 6 винтов на вот такую вот пластинку пластиковую с одним магнитом. Ну, как-то могли бы хоть магнит посильнее или несколько магнитов держалось бы гораздо лучше. Ну, как сделали. На самой плате есть вот, как видите, как я говорил, кнопочка. Вот здесь вот она ее нажимает. И она через корпус идет. Вот, допустим, мы ее нажмем. И у нас загорится зеленая лампочка. И сейчас она потухнет. Дальше у нас идет, опять же, вот контактная группа, которая идет через саму плату. И вот здесь вот у нее идут контакты. Вот здесь она так прикручивается. Вот так вот удерживается. Сам аккумулятор вот здесь идет от минусовой, по всей видимости, части. Вот сюда на плату контакт. Здесь у нас есть надписи. Ну, людям, тем, кто знающим, думаю, что-то эта информация скажет. Пару раз, когда я его собирал, и даже вот сейчас, когда я его разбирал, вот этот вот аккумулятор, у меня вот здесь появлялись искорки, оно коротило. И даже вот на этой кнопочке, как вы видите, видите, часть оплавилась. Это я вот пытался пинцетом ее туда запихнуть. Но, несмотря на это все, сработала защита, плата ничего не сгорела, все работает отлично, замечательно. То есть даже короткое замыкание вот такое вот она выдержала. Ну, потом я взял уже керамический пинцет и аккуратненько туда поставил эту кнопочку. Ну что ж, на этом с разборкой мода закончим. Сейчас я его соберу, вернемся наверх и поговорим немножко еще о нем. Ну что ж, дорогие друзья, я еще забыл рассказать об одном тоже немаловажном моменте, который может стать минусом для некоторых пользователей. Значит, когда у нас накручен атомайзер, когда он 22 мм, и он ровный, не выпуклый, допустим, как тот же Bellow 2, вы можете спокойно снять ваш аккумулятор, вот так вот не задевая сам атомайзер. Но если он будет немножко больше в самой колбе или в самом посадочном месте, если он будет уже хотя бы 23 или даже 22,5 мм, то тут вы столкнетесь с трудностями того, что вам придется сначала открутить атомайзер, а потом только снимать батарею. Ну вот как-то так. Да, и забыл опять же сказать, что здесь есть возможность пастру, то есть вы можете спокойно подключить зарядку и в этот момент парить. Очень хорошо, что она находится вот здесь сбоку, и вы, допустим, паря дрипку, сможете спокойно поставить его на стол. Вот такой вот неоднозначный мод, вроде бы и довольно-таки уже устаревающий, только там есть варивольт и вариват, но при этом всем сохранилось качество. Качество сборки, оно на высоте. Кнопки, металл, все эти винтики, все это хорошо держится, все замечательно. Менюшка, экранчик, все очень простое. То есть этот девайс не для людей, которые гонятся за новинками. Это девайс для людей, которые хотят спокойно парить какой-нибудь бачок или, допустим, дрипку с какой-нибудь простой намоточкой. Здесь у меня стоит обычные две спиральки, не параллельки, ничего там, 2,5 мм диаметра, 7 витков на каждую спиральку, и сопротивление у меня тут вышло вот 0,5. Вообще оно как-то скачет, то 0,5, то 0,6. Ну, сопротивление хоть и показывается здесь в сотых, но округляется. И так же самое еще один плюс этому модику, это то, что есть возможность кастомизации по цветам. Очень красиво смотрится черная вот эта часть, не золотая, как у меня, а черная, там с синим, с красным. Вообще зачет, если бы, конечно, прислали именно ее, было бы вообще круто. Но показываю, что есть. И на этом спасибо сайту Heaven Gives. В руках сидит очень неплохо, вот эти вот углы, из-за того, что они скругленные, нигде в руки не врезается. Но единственное, что еще, я люблю моды нажимать вот так вот, держа в руке, сдавливая указательный палец. Здесь такого не выйдет, так как кнопка находится в углублении этого мода. Вот, и придется все-таки палец вот держать вот так вот. Ну, или вот так вот, уже этим большим пальцем нажимать. Это лично моя придирка именно к этому моду. Батарею так же самое можно заменить при желании перепаять на любую другую, там 18650 или какую-то липолечку. То есть, все это сделать тут возможно. Ну что ж, покупать вам этот мод или не покупать, решать только вам. Мод, я лично уже все-таки больше гонюсь за новинками, за чем-то интересным. Но, опять же, это обычный простой мод. Вот, допустим, кстати, вот для кого? Вот своему отцу я бы не брал бы мод с температурным контролем, там, еще с чем-нибудь. Зачем? Ему это было бы не надо, допустим. Хотя он у меня тоже парит, ну, в перемешку с сигаретами, правда. Вот, я бы, скорее всего, ему взял вот такой вот какой-нибудь простой модик, как бы, ему больше не надо. Потому что наиграется где-то с этими функциями, там, с термоконтролем или еще с какими-то настройками. Где-то по менюшкам, как в X-Cube начнет лазить, забудется, что-то наставит, поймает гарик и толку. А тут все просто, VariVault или VariVat. И то переключиться, это еще надо знать, как это сделать. Ну что ж, в принципе, на этом все. Надеюсь, вам было полезно, интересна эта информация. До свидания.